друзья всем привет сегодня приехала очередная корея которая немножечко повергла меня в шок потому что посылка ехала сколько 19 или 20 дней вот я точно не помню по моему даже 20 дней но это почти три недели вот конечно если бы и она сразу поехала по нужному направлению то есть по такому по какому все время маршрута наследует то есть и скорее сразу на таможню в москву то был бы другой результат но она попала в питер и в питере она находилась на таможню почти две недели и за это время питерский климат вот эта сырость сделал свое дело многие растения потянулись некоторые вообще до неузнаваемости причем очень обидно то что потянулись самые классные сорта самые классные которых я мечтала которые достаточно не просто найти но они как бы очень редкие эти сорта ну ладно ничего страшного я вот все равно отщипну по каждому червячку и буду выращивать ну что делать ну сейчас буду рассказывать так прям с краю начну мехиверия ариэль крестатная ну это девочка хорошо доехала хорошо сохранилась ариэль они вообще не тянутся вот такая вот куколочка прикольная вот крестатка там видно она будет розовая замечательное растение я прошлый раз привозила себе тоже крестатную реаль ну как бы я заказывал двухголовую с надеждой что я одну голову оставлю себе вторую смогу разделить но разделить ее не получилось вот она у меня уже принялась дала корешки и вот сейчас еще листики вот те еще вот крайние листья они еще как мочалочки но все равно уже серединка упругая вот здесь две головы они к сожалению не делятся конечно горшок ей я подобрала минимальный ну ничего да растет нормально будет все с ней вот ну тоже не часто встречается крестатная рель она и обычная не часто встречается крестатная тем более крестаты они очень такие достаточно редкие растения это эхиверия тукспан или так спан произношение английской у меня хромает я не скрываю это вот потянулась она но вот этот вид он чем уникальный листики у нее очень мелкие вот она такая знаете менее менее розетка и вот здесь такой кластер здесь он уже достаточно такой немолодой кластер и вот он разделился и здесь две розетки крестатные в этом кластере его уже купили я просто рассказываю вам о виде вот крестата и вот крестата вот тут два гребешка а вот эти обычные розетки вот в этом виде листики очень мелкие и очень часто расположены то есть такая мимимишная розеточка получается вообще она очень нарядная яркая розового цвета симпатичная это красула томп-тумп варегата тоже она слегка потянулась но не критично красулки эти они хорошо восстанавливаются что обычно том том что варегат на этом тумп-тумп варегатка она пестрая пестрое для садиков я как-то показывала вам свою красулу из махонького череночка такой прям жирный толстячок вырос ну вот такая такой куст это будут деленки недорогие деленки будут несколько веточек так ну такой куст это хиверия шампань листочки раскинула но тянутся не тянется замечательный вид конечно очень мне нравится вот такая корневая у него кстати вот сказать о том что растение вытянуты но признаков гнили и признаков там каких-то грибов заболеваний вообще нет ни на одном растении если бы не вот эта потянутость но они бы были ну классные прямо на огурчики так чего у нас дальше шампань была где-то тут у меня еще была шампань вот а это хиверия pink шампань она от шампань отличается более плотным налетом и более розоватым оттенком сейчас я вам покажу свою шампань чтобы было так наглядно вот моя эхиверия pink шампань не знаю будет видно или нет в общем я уже рассказывал как-то видео что у нее она розоветь начинает из центра вот у нее вот этот налет которым она покрыта он начинает розоветь вообще такое удивительное растение вот тут лучше заметно вот смотрите прямо туда ближе к центру листья розовые она будет еще более розовой потому что они мне стоят на солнце а солнце как известно съедает весь окрас из суккулентов ну вот такая прикольная розеточка она кстати меня была очень маленькая когда я покупала меньше чем вот это которая приехала нормально принялась нормально живет нормально растет ну все с ней хорошо и вот еще один двойной кластер это гибрид хиверия шампань ну как она пришла под названием эхиверия шампань хобр гибрид тоже жирные такие розетки такие прям увесистые тяжелые не тянется от отсутствия цвета вот листики просто раскинулись развалились но сейчас и и посадить в хорошие условия на сразу же за пару недель и на и у нее не узнать будет это прям точно потому что вот сейчас специально достала горшок чтобы показать приходили по моему в прошлый приезд приходили бы люблю был сюрпризы розетки тоже потянутые были вот одна у меня осталось наверное кто-то испугался кто-то может быть и хотел ее взять испугался что у нас сильно потянутая ну такая она была страшненькая цвета и из нее ушел и вот прошло три недели смотрите какой у нее компактная макушечка она уже набирает цвет розовинка у нее появилась вот тут наверное что резкости нет нет тоже тот не это не очень хорошо видно ну вот компактность листьев уже налицо то есть видите какая компактная серединка начинает расти нет от того что она укоренилась полив у нее редкий и она просто набирает количество листьев которые растут медленно но плотно друг другу это кластер эхиверия авокадо крем розетки ну там замечательные внешний вид ее прям прекрасный вот этот кластер есть и есть еще две одиночные розетки слегка не потянуты но это тоже не критично вот я уже сейчас показывал blue сюрприз вот эта потянутость она потом закроется той массы листьев которая будет лезть с центра и вот еще одиночные две они побольше но одиночные все потягушки будут с большой оценкой поэтому цена на них будет не такая какая бы была если бы они пришли в нормальном состоянии так чего еще надо показать это как она классифицируется у корейцев пахиверия клавата но это не пахиверия это красула но красула все равно это уникальное у нее очень толстый лист жирный лист вот она под сдулась морщинки у нее а так она вообще толстенькая вот там белые точки вот они это лезут побеги это не червец это просто молодые побеги которые без света пока белые вот вот и вот с этой стороны тоже но это просто мусор растение без вредителей пришли хорошие вот это тоже здесь побег вот вылез но там тоже вот эти беленькие то то же самое это боковые ответвления так чего еще покажем это эхиверия альба бьюти вот такой жирный толстячок будет он намного плотнее до этого когда-то я привозила розетки тоже альба бьют у бьюти а вот ведь уже корешки у нее прям большие корешки убери и сажая на попрет здесь вон там беленькие и там есть я привозила альба бьюти они были по моему даже крупнее вот насколько я помню и форма у них была такая прям жирные жирные пухлые пухлые и у меня остался от нее лист и вот этот лист родил дитё это дитё достаточно быстро растет вот здесь у меня горшок тут короче у меня растут все н.н.р.о неопознанные растущие объекты но вот один объект растущий вот этот я знаю точно это вот альба бьюти ну тлавли роуз просматривается он маленькая детка чп это черный принц ну а все остальные ну широ не знаю от ширы тут на на ждать нечего лист уже желтый дитё там минимальная ну ладно я щас не об этом вот в этом горшке для н.р.о. у меня вырос вот этот вот малышочек альба бьюти жирненький пухленький прям классненький эхеверия виант вианты не тянутся вот только у нее правда раскинулись листики от недостаточного количества света внутри недели без света в посылке на бедные вы мои бедные сейчас покажу вам свой виант мой вен тоже был из самой махонькой розетки я всегда оставляю себе самые маленькие детки на чтобы они не занимали много места и вот мой вен вот он такой вот вырос горшок здесь семь сантиметров точечки эти красненькие пухлячок и повернут он смотрите видите мордой в одну сторону потому что здесь у нас растет дитё которое приподнимает розетку вон там под под юбкой и вот так растут все кластеры то есть вот это детка лезет она приподнимает с этой стороны растения потом когда здесь полезет розетка немножечко подрастет она выровняется все с ней будет хорошо ну так по кругу начинает рождать детей но мне она очень нравится очень такая миленькая жирненькая пухленькая вообще сказочные точки эти такие ярко выраженные не самое главное что не тянется это эхиверия роман двойной кластер не тянется вот здесь просто побелели листья в основании но ствол у нее не удлинился то же самое вот на крупной розетке яркая замечательно мне очень нравится этот сорт всегда яркая вот даже без света на такая буроватый буроватая вишневая дать ей свет будет все с ней хорошо вот уже нет корешки до корешки вон полезли беленькие уже молодые то есть растение уже все практически готовы к посадке просят воды просят солнца так чего мы еще не показали а вот вот это вот потягушка эхиверия дона таких две розетки эхиверия дона конечно она очень яркая очень она такого вишневого бордового цвета вот у нее листья эти даже за три недели не потеряли окрас ну молодая розетка просто бешено вытянулась потому что не хватало есть солнца вот так это дона тоже все будет по оценке это вот садоверия креста то сп без названия но она так и продавалась по прайсу сп люблю я вот эти ёжики все крестатные пусть она зеленая но вообще чудесные гребешки такие и вот видно что листья такие глянцевые розетка здоровая не в смысле большая именно от слова здоровья здесь так интересно растут вообще крестаты очень интересно растут и каждая крестатка она неповторимая то есть листья могут загнуться в одну сторону в другую вот здесь где пустота сейчас не дотянусь наверно пальцем ну вот где лысина вот это ну вот так она растет там нет не было листьев это не потому что они отвалились там их просто не было вот такой ежичек прикольный а тут прям лучше видно но по крайней мере мне потому что солнце слепит и здесь так вообще чудесное так чё у нас еще осталось это вот у нас ионим и это ионим и здесь два вида ионим вот этот ионим сумбурст а вот этот стар бурст здесь по-моему если я не ошибаюсь голова начинает крестатиться похоже между собой ионим и но различаются это похоже на эхиверию карусели такая яркая у него краска достаточно но это тоже ей не уступит у этого просто немножечко другие оттенки здесь больше розовинки наверно в нем и все равно он классный вот эти черные листья черные пятна на листьях это механические повреждения вот здесь прям наглядно видно смотрите кто-то говорил почему у вас у ионим а кто-то у меня спрашивал под видео когда я показывал свою нюм киви кто-то спрашивал почему у вас черные листья ну вот это механические повреждения здесь прям наглядность вот эта розетка касается этого листа на ее постоянно тычет своими листиками и тыльная сторона листа на именно вот от прикосновения вот от этого она повреждается то же самое вот на этом листе то есть это не болезнь ионим и вообще такие стойкие грибковым заболеваниям и все с ними хорошо если какая-то чернота то это зачастую просто механические повреждения механика то же самое то же самое здесь это эхиверия рейнбоу радуга рейнбойчики вот очень такая знаете очень здоровые розетки в смысле здоровья абсолютно целые все листья абсолютно ни одного черного пятнышка прям замечательно и несмотря на то что наехала три недели вот никакие грибы и и не сломили ну подвяли потому что да нет воды но нижние листья это не страшно это пахи фитум аметистину розовый поросеночек вот сюда на свет сейчас вынесем вот эти розетки можно разделить но как будто те одна и вот этот маленький сыночек и и он пойдет как одно растение а вот эта голова пойдет как второе растение а есть еще здесь пахи фитум точно такой же только только вот такой но вот эти мне кажется отделять от него будет но не резонно потому что на ней очень маленькие нет они как как бы примутся но мне кажется вот лучше все равно посадить ее вот так у его вот так кустом потому что впоследствии отсюда пойдут дети вот отсюда и он впоследствии закроется листво и будет вполне презентабельным растением это их верия арье тоже достаточно интересное растение у него очень интересный окрас но сейчас вот на нее смотришь ничего сказать нельзя я вставлю фотографии и именно вот этот окрас появляется под лампами на солнце и именно вот такими пятнышками как вот на картинках представлены на фото вот такими пятнышками она будет окрашиваться причем где-то я читала когда то что на улице очень громко разговаривают люди где-то я читала что кто-то сомневался что она не будет вот такими пятнами и потом там в комментах я тоже самое читала где-то в инстаграме что девушка показывал свое растение что она была не права и что она действительно у нее окрасилась самой не какие-то не корейские окрасы на которые все грешат что там химия замешана в общем она сама окрашивается это растение это эхиверия лауленсис это моя просто любовь я ее заказываю в каждом в каждом привозе вот хочу чтобы россия была населена этими хивериями ну потому что она ну реально классная вот смотрите моя даже мне фотки вставлять не надо никакие просто показать свою но она такая классная она неприхотливая она растет ей все нипочем вот у нее горшок пятерка пять сантиметров розетку уже наверное девять сантиметров она растет и все и по барабану она окрашивается у нее форма неплохая она не тянется и вот я сегодня выставляла их сюда эти горшки которые мне нужно будет было показывать видео вам и вот начала просматривать обрывать сухие листья начала с нее и смотрю там у нее прям достаточно прилично уже деток то есть она тоже рожает детей из под юбки очень даже охотно ну вот моя прожила у меня наверно с марта или с апреля с маху с масю синькой деточки я даже не знаю какая она была эта деточка но наверное вот такая нн самая маленькая потому что там вообще не видно было вот вот с такой вот детки она у меня живет и вот превратилась в такую лошадку яркую пеструю замечательную она вообще неприхотливая не польешь и и она просто ушки повесит там листик отсушит но она очень быстро наращивает листья поэтому ей не страшно это отсушение ну просто вот бомбическая шка вот честно так 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 смотрю что еще не показывала так не показывала я дудлеевает гнома ну это такие восковые розеточки очень классные очень классный да хотела вот еще вам рассказать про дудлею немножко вот кто будет их укоренять желательно их сразу поставить в воду до воду вы не ослышались именно в воде эти растения дают корни очень хорошо и ствол у них не гниет это проверено вот я вам сейчас покажу свою дело в том что у всех всех дудлее сейчас период стагнации то есть они в состоянии покоя в состоянии спячки и корни у них не функционируют и вот те растения которые мы сейчас привозим летом мы их просто вынуждены будить будить насильно для того чтобы она потом принялось и не сушила огромное количество листьев вот помните не знаю может быть месяца два назад может быть два с половиной не помню короче когда уже я привозила тоже себе дудлею не вайт гнома а такая большая была с красными с длинными листьями вот эта подруга у меня сидела в земле я над ней плясала не знаю какие там танцы я и с бубном и и наверное с барабаном чем только я не била над ней ничего не помогало она продолжала усушивать свою розетку вот эти все листья длинные они все повысохли корни она не давала гнить тоже не гнил ствол я решил на свой страх и риск думаю ну один фиг она помирает ну что надо надо что-то делать и в общем я эту дудлею поставила в стакан с водой стакан с водой ну вот так натянула пленку то есть чтобы вот вот эти основания листьев они не касались воды а вся остальная часть была в воде ну вот сейчас она чуть-чуть испарилась там эта вода вот смотрите стакан уже зеленый потому что он уже два месяца не два где-то месяц наверное муж месяца полтора она стоит у меня в воде и что вот я хотела вам показать вот у нее вот эти корни не знаю вот видно будет нет она дала молодые корешки то есть они сначала были беленькие сейчас они уже позеленели потому что они состарились но вот еще может быть с недельку на у меня поторчит и я ее посажу потому что впереди у нас осень и уже некоторые растения которые сейчас в спячке находятся они уже начинают давать признаки пробуждение и вот я думаю я ее посажу полью и все с ней должно быть хорошо но она усохла конечно конкретно это то что было и то что сейчас то что сейчас стало и вот у нее продолжают усыхать листья потому что питания нет нет ну она спит это как бы естественный процесс но она слишком быстро начала отсушивать листья и этот это вот макушка которая в середине стакана она наросла уже у меня сейчас вот в этом стакане вот такое количество листиков там даже появляется двойная голова то есть вот она росла росла одной розеткой потом у нее вот так как вот здесь начинается раздвоение это произошло уже в стакане с водой то есть она медленно но растет в воде и вот поэтому я говорю все кто сейчас будет все кто купит дудлею и вообще у кого что-то если не получается с дудле и потому что многие у меня ее брали смело ставьте ее в воду просто ставьте ну раз там в три дня меняйте воду чтобы она не закисала чтобы было все время свеженькая и результат будет так что у нас осталось что-то ведь еще осталось не всем говорил а вот вот они это вот после того как я привезла себе эту хиверию в нее влюбились все и многие и заказывали писали в заявке и вот сейчас я привезла 4 кластера не было и очень долго это гибель и хиверия агавоидес а кайхосе почему гавоидес не знаю ну вот такая хосе вот это та моя розеточка смотрите она подросла у меня жирненькая стала солнце ушло нежнейшее существо нежнейшее создание просто нежнейшее вот этот налет у нее это все ведь в налете все листья у нее в налете достаточно плотно вот тут вот где царапинки это хорошо видно вот такое у меня растение но растет на ножках потому что мне очень нравится этот вид сейчас я уже говорила мне все нравится на ножках такие как розочки на палочках вообще классно вот здесь есть две таких розочки это крупная розетка крупней моей потому что моя уж так месяца два растет а эти вот такие вот тоже одинаковые стандартные прям близняшки есть такой же кластер помельче немножко вот он и тут тоже розетки одна побольше другая поменьше тоже прикольно смотрится одна повыше другая пониже вообще нормально так и есть просто розетки вот эти эти разе вот эти пойдут сдвоенными но жалко мне их раздирать жалко потому что две они смотрятся мне кажется посимпатичней а вот эти можно будет разодрать но можно будет и не разодрать кого как устроит и где-то еще тоже вот одна вот лежит это тоже рассыпался кластер тоже был двойной и вторая вот там на столе ситуация все не влезло вот такие два кустика тоже и хиверия агавоидес название там китайская в переводе но ничего не дало я даже не знаю как она называется но вот такие кустики крестатные то есть и здесь есть и крестатные розеточки вот вот это крестатная а есть просто обычные розетки ну вот растет она все равно на таком стволе на крестатном и за счет этого она смотрится вообще уникально но растение как видно она окрашивается в красный цвет потому что вот красные листики есть кончики у нее красноватые тоже судить сейчас вот по этому внешнему виду который сейчас мы видим это ни о чем не говорит вот вторая есть такая розетка здесь гребешок чуть-чуть побольше то же самое есть и крестатные и отдельные ну классный кустик классный не особо он потянут просто потерял цвет побелела потому что без света вот это хиверия на наху кумение потянулась но она очень быстро восстанавливается очень быстро растет я знаю по своей вообще все мини-минимы где есть вот это название мини-мини они очень неприхотливые и очень поддающиеся всяким там экспериментам вот моя минима я ее сажала вот сейчас вынимала горшок и отрезала ей нечаянно два листика я ее сажала вот такой розеточкой не поверите я ее сажала наверное в марте что лилива или феврале ну где-то так может месяцев семь ей вот вот этому растению которая в горшке сейчас месяцев семь из вот такой розеточки из одной вот за это время она уже родила достаточно крупного себе ребенка вот этого мамину помощницу вот тут еще детский сад я сильная группа разновозрастная не вот тут еще тоже малышочек которому я сегодня покосала нечаянно листья ну а на этой для нее это вообще не смертельно вот она зацвела цветоносок кстати я хотела оторвать прям совсем не нужен ей вот так мы и сделаем это дело сейчас выброшу это эхиверия рейндропс но рейндропс какой-то знаете какой-то вот чуть-чуть мутированный прикольный потому что у обычного рейндропс а по одной капле в центре листа одной бородавки вот как видно здесь вот на старых листьях одна бородавка центре листа а вот у этого рейндропсика смотрите вот тут три капельки тут тоже три капельки две капельки но в общем что-то тут в его генетике не так но это как бы мне мне кажется наоборот еще он более интересный становится сейчас покажу вам свой рейндропс бордачку иди сюда вот он мой рейндропсик опять количество в бородавок и размер бородавок зависит от того в каких условиях выращивается растение вот по каждой бородавки на каждом листе можно просмотреть когда растению было хорошо когда плохо когда мало воды когда много воды это там у нас чего-то лезет я уже смотрю монеты просто листья ну вот это рейндропс это еще одна бородавочная хиверия и хиверия хард дэлайт или дэлихт здесь не как у рейндропс здесь огромное жирное бородавище на листе и форма листа другая здесь как бы листочки немножечко обрублены и а у рейндропса они немножечко вытянуты и ну это тоже гибрид какой-то под названием хард дэлайт растение кстати очень такое прикольное когда в нормальном состоянии бородавки эти огромные самона розового такого розового сиреневатого цвета классные вот на такой длинной ноге кстати эта нога уникальная вот я кто будет брать я не советую эту ногу отрезать и вообще все ноги вот не советую отрезать потому что укоренившись растения потом начнет давать отсюда много-много детей и когда нога это будет укоренена даже если вам не будет нравится этот вид на длинной ноге просто можно срубить макушку укоренить ее а это нога будет таким очень хорошим материалом для деторождения дорогих сортов это пахиверия пахифитоидис варегатная вот такое растение но красивая конечно варегатки они все красивые уникальные каждый лист он своеобразный вообще один белый лист вот второй белый лист внизу а вот эти пошли уже такие с прожилками классные это поменьше это эхиверия мини бель одна единственный один единственный череночек ну достаточно такой жирный и корешки уже здесь уже вот набиваются корешки это вот моя мини бель который я укореняла голову но опять укоренялась ножка и вот смотрите пошли там тоже детки самого низа и здесь на стволике уже начинают пробиваться но я рада это эхиверия канты это очень дорогое растение но очень шикарная просто безумно шикарный налет такой ставлю фотки каким она будет вообще это необыкновенное растение и не часто встречающиеся в коллекциях во первых потому что она не дешевая во вторых потому что она действительно редко и не у всех она есть никто его не разводит и вот экземпляры можно купить только в корее это не у каждого продавца это эхиверия луэлла варигата тоже пойдет по уценке потому что потянулась она конечно хорошо потянулась вот но вид все равно и этот именно вид не вид растения вот смотришь на него и вид а именно сорт растения очень редкий и очень уникальный но любители варига так знаю что это растение но практически практически негде его взять что я уже забыла что я показывала крылья ангела вот эхиверия фланг клауд показывала я ее нет по моему нет вот такая варигатка она потянутая будет она дешевле чем должна быть в нормальном состоянии но растение все живые все здоровые то есть вот она еще переживет мне кажется ни одну пересылку ну вот такая варигатность у нее на листах и будет она тоже очень красивой вот эту не помню показывал или нет гавоидную вот этот кустик это будет кустиком продаваться это черные точки это от солнца и есть такая же махонькая но не махонькая достаточно такой сантиметр на на 4 от листа до листа может четыре с половиной вот такое растение еще есть и на закуску две самых классных эхиверии которых я мечтала очень долго и которые блин так вытянулись ну прям вообще ну ничего ничего самое главное что они здорово вот это эхиверия как она в переводе с корейского как они пишут гордость кука кук спрайт это варигатные хиверия монстрозной формы с очень интересным листом вот смотрите какие у нее листья каждый лист тоже самое своеобразных потому что это монстрозная форма а монстрозная форма они непредсказуемые то есть они могут вам выпустить такое чудо что чего вы вот раскроете но я тоже и вот я и давно себе уже хотела и я вот ее на дыбала одна голова моя три будет продаваться ставлю фотку какой она будет ну не знаю любителям варигаток монстроз это конечно это конечно находка пусть она вытянутая я даже вот в таком виде ее возьму потому что я бы ее взяла и больную и хромую я и долго хотела ну вот нашла не повезло немножко но ничего страшного и вот это самая красота это безумная красота и сейчас я покажу и вы будете смеяться но она реально безумная не могу остановиться и смех и грех вот смотрите до какой степени может потянуться растение без света вот то же самое бывает на полках когда нет досветки вот такого вида примерно немножко повытянутый я покупала своего барон болта вот такой червяк мне пришел я даже не могла понять их верит или нет но вот этой хивере она безумно красивая но спасает ее и мои надежды спасает то что она хорошая она не гнилая и все с ней хорошо вот уже даже ждущие корешки и сейчас ее сажаешь она постепенно распрямляет вот эту вот загнутую червячиную ногу и начинает расти медленно но верно потом ее можно будет чикнуть конечно это не быстрый процесс но я думаю к лету мы с ней справимся и к лету у меня будет нормальная розетка но зато этот вид уникальный и я его нигде вообще не могла найти вот вставлю фото и вы посмотрите какая она шикарная какая каким вообще может быть шикарным растение это просто просто сказка особенно та сказка которой я держу сейчас в руках это была закуска наверное все у нас закончилась у его и тру за идет у нас на место белка лезет на холодильник не знаю зачем она сегодня себя смирно ведет просто молча наблюдала как я брала растение клала их на место я вот просматриваю сейчас все я сняла или не все ну наверное все если что-то не сниму что-то забыла то она обязательно появится в объявлениях но я думаю что я все сняла язык уже чуть-чуть у меня заплетается и белка уже начинает а белочку слышите белочку мою белочку моя любимая белочка тоже по маме соскучилась да кто-то сказал что я белку не люблю и что раз хотелось мне видео смотреть как вы к белке относитесь никто не знает как мы с белкой друг друга любим да вот моя белочка вот ну все друзья это был обзор вот такой вот печальный обзор корейских растений жара влага долгое нахождение без света делают конечно свое дело когда пересылка идет по россии растение практически не страдают совершенно то есть вот отослала и как будто только что с грядки девчонки присылают мне фотографии нормально все прям доходит вообще прекрасно как будто вот как будто не отправляла я их да еще хотела сказать знаете когда вот приходит корея много заказов и все заказы у меня небольшой стол и все заказы я формирую на одном столе заворачиваю бумагу опять складываю каждый заказ на на свою тарелку и вот у меня было такое два раза скатывались эхиверии и я по нечаянности отправляла их другим адресатам к сожалению я не знаю кому я их отправляла но люди которые получали эти растения они не признались девочки я вас просто прошу давайте быть честными потому что если вы подумали что это подарок такой ну который стоит 700 рублей 550 рублей я не могу делать такие дорогие подарки если вы увидели что это лишнее растение давайте как-нибудь будем честными и напишем даже если вы увидели что это растение дуб и подумали что подарок ну хотя бы можно отблагодарить да а так молча просто увидели что у вас лишнее растение но два раза просто такое было что не пришли приходили растение девчонкам раз парню не пришло растение раз девушки не пришло растение и однозначно они были однозначно не были у меня на общей фотографии ну а потом они затерялись видимо вот свалились потому что тесно очень и я ее по ходу завернула кому-то другому засунула в посылку я стараюсь делать подарки когда у меня есть возможность я обязательно какого-нибудь там червячка там мини череночек я положу потому что у мелочи а приятно да если есть возможность но вот такие большие розетки я класть естественно не могу в посылку потому что я их тоже покупаю и покупаю не за маленькие деньги я не думайте что я тут три цены накручиваю на эти растения нет не три цены и не две цены и поэтому поэтому давайте быть честными пожалуйста все друзья ну прошу прощения я не хотела никого обидеть прошу прощения еще раз спасибо за просмотр всем здоровья добра всем всем здоровых бодрых растений много детей от каждого растения пусть они у вас цветут колосятся радует вас а вы радуйте их все спасибо за просмотр пока пока